Я предлагаю перейти к второй и следующей теме сегодняшнего выпуска. Это реформа учреждений высшего образования. Вы знаете, что правительство объявило, анонсировало реформу высшего образования. Это практически те же люди, у которых уже есть опыт проведения реформы в области образования. Начало 2012, если я не ошибаюсь, 2013 год, реформа в лицейском образовании или в среднем образовании, где, помните, проходило не так просто, с большими скандалами, с упреками и обвинениями. Главный, с моей точки зрения, результат той реформы – это увеличение, усиление контроля за сдачей экзаменов по БАКу, что, по большому счету, помогло, скажем так, повысить качество образования и повысить качество знаний наших выпускников в лицеев. Тогда тоже очень много протестов было. И вот я предлагаю сегодня поговорить о следующем этапе этой реформы с госпожой Лилианой Николаевской-Ануфри, депутатом парламента, представителем комиссии по образованию, СМИ и исследованием. Госпожа Николаевская-Ануфри, здравствуйте, слушатель его студии, рад вас видеть. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Госпожа Николаевская-Ануфри, вот давайте для нашей аудитории попытаемся в двух словах объяснить вообще, что подразумевает эта реформа и в чем необходимость этой реформы. Вы, насколько я понимаю, принимали непосредственно участие в той реформе, которая проходила и реализовывалась в 2011-2012 годах, и вы непосредственно знаете, как вводить реформы, и я так понимаю, что это часть той реформы, которую вы начинали тогда, но не смогли ее довести до конца, или я ошибаюсь? И в чем суть этого второго этапа реформы, чего вы хотите добиться? Или чего хочет добиться правительство? Давайте так. Вы правы, я принимала участие во всем том, что означало реформу процесса оценивания в средней школе, в лицеях, реформа бакалавра. И тогда, еще в тот период, в 2013-2014 годы, мы старались как можно больше оценивать реальную ситуацию в системе образования и попробовать найти пути для улучшения, во-первых, качества образования для всех. И в тех годах были проведены несколько исследований. Одно из них было опубликовано в 2015 году, и относилось оно к оцениванию состояния в высшем образовании и также в том, что касается исследований, научных исследований. И это исследование было опубликовано еще в 2015 году. И очень четко было понятно, что очень важно консолидировать ресурсы. И потом, и за последующие годы проблема осталась той же самой. Если рассматривать количество студентов, которые сейчас учатся в высшем образовании в Республике Молдова, то за 10 лет, с лишним лет, оно уменьшилось очень существенно. И сейчас у нас почти вдвое меньше студентов, чем это было в 2010 году. Сейчас у нас около 59 тысяч студентов учатся во всех вузах страны. У нас 16 публичных вузов. И, конечно, есть и частные вузы. Но проблема в том, что когда мы говорим о качестве, становится просто грустно, потому что из-за того, что нет консолидации всех ресурсов, и человеческих, профессиональных, и материальных, и финансовых, получается, что в очень многих наших университетах есть те же самые, одни и те же специальности. Наверное, самая популярная специальность – это право. Или экономика, да? И экономика, да. Но в очень многих университетах и публичных, и частных есть специализация по праву. Но если думать о конкретных уже ситуациях, когда рассматриваешь, кто и где работает, в принципе, очень часто одни и те же преподаватели совмещают работу и в одном, и в другом учебном заведении. Очень часто мы имеем дело, и в этом направлении тоже очень много нужно работать, мы имеем дело с таким феноменом, как студенты-фантомы, которые вообще-то поступают, но когда смотрим на количество поступивших когда-то на начало образования в ВУЗе и тех, кто окончил образование, то получается очень большая разница. Хорошо. Студенты-фантомы вы что имеете в виду? Несуществующего человека зачислили на курс или человека зачислен, но он просто не ходит? Нет. Нет. Человек не фантом. Человек настоящий. Настоящий. Человек является студентом-фантомом. Не всегда все зачисленные на курс именно там и учатся. Есть и такие ситуации. Но это другие аспекты. А под него выделяются деньги, соответственно, да, то есть и так далее? Да. Сейчас главные аспекты этой реформы, это практически целевые группы, наверное, или бенефициарии, для которых мы решились сделать эту реформу, это, во-первых, студенты, потому что каждый студент должен иметь очень хорошего преподавателя. Основа всего это человеческий ресурс в образовании, и у студентов должен быть шанс, чтобы они получили самую хорошую подготовку. Во-вторых, это преподаватели, и в-третьих, это научные сотрудники, исследователи. Потому что то, что сейчас предлагается, это консолидация высшего образования и сферы исследований. Это наше решение, наша цель, чтобы исследования пришли в университеты. То есть университеты будут заниматься не только, вы хотите, чтобы университеты занимались не только образованием, но в том числе и взяли на себя функцию исследований. Потому что у нас, насколько я понимаю, это разделено, правильно? Есть исследовательская работа и сейчас в университетах, но, к сожалению, нет еще пока того симбиоза и той модели, которую мы видим в очень многих странах, и в европейских странах, и в Америке, и в Балтийских странах, того симбиоза, который должен происходить, потому что исследования должны информировать процесс развития человеческого ресурса. То есть в наше время нельзя уже работать по-старому и учить или предлагать студентам знания и навыки, которые вообще-то уже устарели. Все время нужно иметь эту связь с исследованием. С другой стороны, и для исследовательской части, и для научного мира очень важно подготовить свой ресурс. И, к сожалению, сейчас у нас количество молодых исследователей очень мало. Очень мало молодых людей выбирают стезю науки, но это очень важно. Поэтому мы считаем, что эта модель, когда создаются центры в университетах и происходит и научная работа там же, это может быть самым лучшим вариантом консолидации ресурсов. Конечно, будут исследователи, которые не обязательно будут и преподавать, потому что есть, наверное, и такие ситуации, когда потребуется и уже продолжение своей работы, или просто в некоторых случаях это не обязательно то, что исследователь может сделать. Но сам этот симбиоз и создание этих центров исследовательских в университетах, мы считаем, что может принести только бенефициум. Хорошо, пользу. Вот такой вопрос. Вы говорите, что у нас огромное количество, для такого маленького количества студентов, большое количество вузов. Ваша цель повысить качество образования, качество преподавания для студентов. То есть мы понимаем, что вы будете, то есть из того, что мы увидели, из того, что мы читали, это объединение не к нескольких вузов под одну крышу. А что с преподавателями? Преподаватели будут происходить отсев, заново будут отбираться из того числа преподавателей, которые сейчас есть, и будут отбираться самые качественные педагогические и научные кадры? Или как это будет происходить? Как будет происходить повышение качества преподавания, скажем так? Я очень надеюсь, что все, все, все хорошие преподаватели, все продолжат свою работу. И само решение об абсорции, о процессе слияния некоторых университетов или вузов предусматривает то, что абсолютно все программы и студенты, учащиеся сейчас, они переходят в новый вуз и продолжают свою учебу именно по тем же программам обучения. Они не должны будут изменить, если у них есть контракт, например, студенты, которые учатся по контракту. Если у них есть конкретные положения контракта, они не должны будут или их не попросят изменить положение этих контрактов. Но самое главное, чтобы ресурс человеческий не был так раздроблен. Потому что, когда мы смотрим, и как распределяется, если у нас столько университетов, готовят студентов по тем же направлениям, как раздрабливается госзаказ, и у нас получается, что по некоторым специальностям, готовящимся и в одном педагогическом вузе, и в другом, получается, недобор или группа студентов из 4-5-6 человек, это не может, конечно, создать ту атмосферу, где можно обеспечить качество. Хорошо. А могу ли сказать, что медицинский университет Республики Молдова является одним из примеров? Потому что медицина, она не раздроблена, она преподается только в одном месте. У нас в Кишиневе, в медицинском университете. Не как юриспруденция, в каждом университете есть по одному юридическому факультету. Нет у нас медицинских факультетов в каждом университете. И при этом медицинский университет является достаточно популярным, и там даже есть иностранные студенты. Пойдете ли вы по такому пути, по такому сценарию? Или я неправильный пример на случай привел? Конечно, пример медицинского университета очень хорош тем, что там как раз за многие годы уже делается очень большой акцент на качество. И очень большой акцент и на цифровизацию, и очень большой акцент и на обмен опытом. И, конечно, есть и иностранные студенты тоже. Есть хорошие примеры совместных проектов и уже двойных дипломов и в государственном университете, и в техническом университете. Но, к сожалению, в некоторых других вузах за все эти годы не было видно попытки улучшить ситуацию. А только, и здесь, к сожалению, один из примеров сферы, которая не развилась, к сожалению, но получилось так, что меньше студентов, например, с университета, аграрного университета, меньше студентов из общего количества учатся на аграрных специальностях, или зоотехнию, или технологию перерабатывания. Там только 18 человек. Но на других специальностях намного больше. Студентов по праву более тысячи, студентов по экономике более 300. И когда мы обсуждали эти аспекты и с коллегами из университета, и с госпожой ректором, для них очень понятно, что если не будет больше студентов по праву и по экономике, невозможно будет выдержать университету. С другой стороны, технический университет довольно интересно развивается и довольно успешен и в партнерских проектах с представителями не только научной сферы, не только других университетов, но и с представителями бизнеса. А это очень важно. Я думаю, что очень многие новшества смогут быть очень хорошо внедрены и на аграрных факультетах. Конечно, всем студентам важно понять, что для них не изменится ни то, что они будут изучать, они продолжат свое обучение на тех же специальностях. Более того, можно сказать, что и диплом будет немножко престижнее, но в этом случае, в случае Республики Молдова, я думаю, что пока нам рано говорить о престижности, когда в международных рейтингах наши университеты пока далеко за тремя тысячами. Да, а вот в связи с этим вопрос, ну вы как бы по поводу преподавателей, я не услышал, может быть, я не услышал ответа, идут два вопроса. То есть количество преподавателей сократится и что делать с теми площадями? Эти университеты имеют огромное количество, скажем так, зданий, они будут пустовать, что с ними будет произойти? Или студенты будут обучаться там, где они обучаются до сих пор? В чем получается оптимизация в данном случае? Ну, нужно подчеркнуть, что эта реформа или эта консолидация ресурсов, не подразумевая экономии денег или старание больше не тратить в этой сфере деньги, а наоборот, те бюджеты, которые есть у вузов и у институтов, они остаются. Более того, посредством помощи проекта, поддержанного Всемирным банком, для этих университетов и также для других будут направлены 700 миллионов лей именно на то, чтобы на конкретные проекты, уже разработанные вузами, направленных на технологии, на улучшение качества программ и на инфраструктуру. И тогда университеты свои деньги, которые они должны были бы потратить на это, смогут использовать для того, чтобы развивать уже другие аспекты и для того, чтобы и зарплаты преподавателей повышать. Важно то, что исследователи будут продолжать свои проекты. Те институты, которые участвовали в конкурсах по проектам в научной сфере, они продолжат свою работу. Эти проекты будут тем же образом финансированы, потому что программа была рассчитана до 2023 года, и уже с 2024 года будет новая программа по поддержке науки и исследований, в котором институты смогут участвовать. Хорошо, как вы отводите... Да, министерство, просто нужно подчеркнуть, что министерство здесь, кроме этого вливания денег, фондов, еще рассматривает и улучшение методологий по финансированию научной работы. Очень часто за последнее время представители научной сферы и институты говорили о повышении институциональной поддержки. И хотя это очень сложно, но это есть цель министерства, чтобы это сделать. И еще, наверное, очень важно сказать, что и другие меры по обеспечению качества тоже будут приняты. И здесь речь идет о академической честности. И мы должны достичь того, что у нас университеты не являются просто местами, где можно пойти и очень легко что-то сделать, что-то... И стать в очередь за диплом. ...плагиатом заниматься и считать, что становишься специалистом. То есть здесь нужен еще и комплекс мер в дальнейшем. Да, да, да. Вот у меня два вопроса. Что вы ответите на обвинение академического сообщества? Что мы видим? Как бы нарастают протесты в академическом сообществе среди профессорско-преподательского состава. То есть, кстати, Гагаузе, Камрадский государственный университет почему-то не коснулась эта реформа. Я примерно понимаю, почему. Потому что вопрос политический очень щепетильный. Но вот что вы отметите тем, кто говорит о том, что научное сообщество протестует и оппозиция обвиняет в том, что это попытка прибрать к рукам имущество вузов. Очень многие вузы еще в советских времен обладают большими ресурсами, земельными, там, не знаю, недвижимостью и так далее. Вот что вы ответите тем, кто... Академическому сообществу и оппозиции, которые обвиняют или пытаются обвинить в том, что пытаются прибрать ресурсы к рукам? Ну, если говоря об академическом сообществе, вы имеете в виду коллег с Академии наук? Да. Или с ВУЗов? С Академии наук, да. Здесь у нас дебаты давнишние, скажем так. Еще с тех времен, когда Академия наук являлась единственным решателем, куда идут деньги на научную сферу, на какие проекты, на какие исследования. И эти проекты исследования не являлись, скажем так, направлением или главной сферой исследования, просто были определены на уровне Академии наук без того, чтобы был проведен какой-либо анализ, без интеллигентной специализации, без того, чтобы рассмотреть, в каких сферах мы можем и нужно нам вложить деньги на исследования. Мы понимаем, что Академия наук хотела бы продолжить функционировать в более советском формате, но мы все-таки считаем, что более успешный это формат многих европейских стран, где Академия наук является тем форумом, который и оценивает сам процесс развития науки в стране, и также является одним из главных организаций-советников по развитию публичных политик. То есть, так как это давнишний спор, я так понимаю, что других аргументов у наших коллег нет, но почему-то советская модель для них более приемлема. Ну, то есть, я понимаю, что вы, если резюмировать то, что вы сказали, вы просто отбираете у Академии наук монополию на распределение средств на исследования, правильно? Ну, это уже пройденный этап. Это уже случилось, когда институты научных исследований перешли в ведомство Министерства образования. То есть, сейчас никаких институтов никто у Академии не отбирает, это уже пройденный этап. Но проблема в том, что видение коллег из Академии очень классическое. Именно так, как сформировалось именно в советский период. К сожалению, я должна отметить, что в советский период все-таки Академии наук являлись не только научными форумами, и, конечно, там, где были большие страны, и в России Академия наук являлась хорошим научным форумом, но это были и идеологические форумы тоже. Мы должны это признать, и я надеюсь, что и коллеги с Академии тоже это признают. Хорошо, а в чем... Какова роль отводится Академия наук в рамках этой новой реформы? То есть, исследования передаются в университеты, Академия наук будет чем? Просто... Академия наук и сейчас участвует, и очень много проектов, в которые Академия задействовала, а в партнерстве с другими и с институтами, и с университетами уже это существует. Но мы хотели бы видеть Академию наук, как я и говорила, и в качестве того организма, который может предоставлять самые последние новшества в различных сферах, анализировать ситуацию научного или развития науки в Республике Молдова, но также являться и ресурсом для того, чтобы делать исследования конкретные, нужные для общественных, для публичных политик. Но у вас еще был вопрос, который я немножко потеряла. Если можно коротко, обвинение по поводу того, что пытаетесь, ну, или правительство, или те, кто проводит реформу, пытаются отобрать имущество в вузах? Да. Я сожалею, что я сейчас использую эту фразу, но я боюсь, что здесь приемлема фраза «каждый думает в меру своей испорченности». Как раз наоборот, сейчас в ситуации, когда будет происходить процесс абсорбции, будут созданы комиссии министерские, интерминистерские, также вузовские, которые вместе с командами юристов будут работать над процессом передачи имущества одной организации к другой, одного вуза к другому. И здесь будет очень тщательный анализ, потому что очень часто, к сожалению, в некоторых вузах даже переоценивание стоимости этих объектов не происходило. То есть и подотчетность непонятно как велась. И, к сожалению, это случалось и в том, что касается институтов науки и исследований. То есть сейчас как раз и будет понятно, кто, что сделал, почему там исчезли какие-то земли, которые принадлежали конкретному исследовательскому институту или конкретному вузу, что случилось, кому это было передано под постройку домов, было ли это... То есть вы намекаете на то, что могут скрыться очень много интересных подробностей и деталей по поводу управления имуществом вузов. Я уверена, что, к сожалению, так и будет. Госпожа Николаевская Анафрия... То есть хорошо, что так будет, но жаль, что такая проблема существует. Я понимаю, да. Я благодарю вас за то, что присоединились к нам. И надеюсь, тем, кто нас смотрел, стало более понятно, что собирается делать правительство. Ну, мы надеемся, что эта реформа принесет ожидаемый желанный результат и качество образования в Республике Молдова, высшего образования, станет лучше, и оно станет, и Молдова станет привлекательной и для студентов из других стран. Все больше и больше. Спасибо большое. Спасибо вам за приглашение, спасибо и вашим зрителям. Если какие-то вопросы есть, меня очень легко найти. Да, спасибо большое. Надеемся вас еще раз увидеть у нас в студии по другим важным событиям и поводам. Спасибо большое. Спасибо.